В Ак-Тубе состоялась встреча работников сферы сельского хозяйства. Аграрии обсудили вопросы по развитию племенного животноводства и кормопроизводства в регионе. Были подведены итоги работы за прошедший сезон, обсуждены планы на предстоящий период. Стоит отметить, что в мероприятии принял участие глава региона Ондасыну Розалин. Речь идет о выставленных племенных овцах. Действительно, в регионе растет количество крестьян, которые заботятся не только о количестве, но и о качестве крупного рогатого и мелкого рогатого скота. В свою очередь, на совещании, прошедшем сегодня, Акимобласти высоко оценил труд аграрьев. Владельцы сельхозприприятиям довольно-таки непросто, это факт. Многие могут думать, что возьмут кредит, купят по голове скота и разбогатеют. На самом деле, какая колоссальная работа за этим стоит. Это круглогодичный упорный труд днем и ночью. В ходе заседания проанализированы итоги работы за текущий год. Так, на субсидирование сельхозтоваропроизводителей выделено свыше 23 миллиардов тенге. Поголовье крупного рогатого скота увеличилось почти на 10%. Лошадей на 14. Произведено более 106 тысяч тонн мяса, 286 тысяч тонн молока. В настоящее время большое внимание уделяется развитию сельских населенных пунктов. По инициативе первого президента Ельбасы Нурсутана Назарбаева реализуется программа «Аул Ельбасиге». В 33 приоритетных селах области на общую сумму 6 миллиардов 100 миллионов тенге реализуются 69 проектов. В рамках программ «Дорожная карта занятости» «Янбек» реализуется 930 проектов на сумму 5,5 миллиардов тенге. Однозначно, подобного рода льготы от государства способствуют тому, чтобы крестьяне активно развивали аграрный сектор. Так, только в одном Хабдинском районе насчитывается более 400 хозяйственных структур. С каждым годом число сельхозпредприятий увеличивается. Несмотря на засушливую погоду, в текущем году средняя урожайность только зерновых культур составила 9 центнеров с гектара. «За 9 месяцев 2021 года нами поставлены задачи, которые были годовые. Мы, в принципе, основной выполнили уже годовой, выполнили в течение 9 месяцев. Это было задание по приобретению племенных поголовьев скота, мы выполнили его на 150%. По приобретению МРС тоже выполнили на 180%. И приобретение сельхозтехники выполнили на 157%. На семинаре были обсуждены вопросы племенного разведения скота, новые подходы в кормопроизводстве. Также специалисты разъяснили важность создания сельскохозяйственных кооперативов. То есть в основу разговора лег комплексный план развития аграрной отрасли.